Привет, я Стас Давыдов. Тема, о которой я сегодня хочу с вами поговорить, для меня очень даже актуальна, надеюсь, для вас будет тоже. Роботы и новые умные алгоритмы глубоко и быстро меняют наш мир. Технология глубокого обучения нейронных сетей Microsoft ищет ошибки и уязвимости в коде программ. В Швейцарии придумали сеть, которая значительно повышает разрешение изображений. А один программист показал алгоритму, как играть в Mario Kart. И все это случилось за последний месяц. Такими темпами машины освоят все и оставят нас неудел, да? Да? Нет, не обязательно. Оптимисты напоминают, что машины появились не вчера. Конечно, когда плуги заменили тракторами, пахарям пришлось тяжело. Зато техника позволила быстро обрабатывать больше полей, урожаи увеличились, возникли новые профессии и целые отрасли. Трактора надо проектировать, собирать, заправлять, чинить. Общество от этого выигрывает. 200 лет назад, когда промышленная революция только началась, крайне бедно жили 94% людей. А теперь только каждый десятый. Роботы и нейронные сети по сути такие же машины, как бульдозер или конвейерная лента, а не терминаторы и страшилок. Ян Ли Кун, который отвечает за искусственный интеллект Facebook, жаловался, что журналисты не понимают эту область. Нейронные сети выполняют одну конкретную задачу. Даже если они делают это в тысячу раз лучше и быстрее человека, по интеллекту они не сравнятся даже с крысой. Основатель Future Foundation Петр Левич считает, что мы будем не конкурировать с искусственным интеллектом, а объединимся и станем цифровыми кентаврами. Машины возьмутся за рутинные задачи, а нам останется самое сложное и интересное. Взять архитекторов. 40 лет назад они высчитывали прочность материалов, чертили по линейке и точили карандаши. Теперь они придумывают идеи, а умные программы автоматически оптимизируют большинство важных параметров. Но иногда работа целиком состоит из простых и предсказуемых задач, и поэтому некоторые профессии будут полностью заменены роботами и алгоритмами. Например, выполняя обязанности уборщика, человеку не нужно ничего придумывать, ему нужно просто все хорошо подмести и помыть. А с этим уже сейчас справляются роботы. Нидерландская компания Ахольдельхайза с оборотом почти 50 миллиардов евро заменит в своих супермаркетах всех уборщиков машинами уже через 5 лет. А через 40 лет, по прогнозу МакКинзи, почти половину дел можно будет автоматизировать. Это может случиться даже раньше. В середине нулевых годов считалось, что распознание речи практически неразрешимая задача для компьютера. Сбылся ли этот прогноз? Спросите у Siri. Но точно так же мы наверняка ошибаемся, если попытаемся представить профессии будущего. Кто мог подумать о кинооператорах до того, как изобрели пленку? Или об SMM-менеджерах до того, как появились социальные сети? Изменение модели труда и работы вообще неизбежно приводит к изобретению новых экономических отношений. Уже сейчас в нескольких странах проводят эксперименты с безусловным базовым доходом, когда тебе просто так дают деньги на жизнь. Результаты обнадеживающие. То есть мир будущего — это общество безработных, которые ничего не делают? Не совсем так. Понятие безработицы может существовать только в том обществе, в котором есть понятие работы. Продолжая тренды, о которых мы говорим в данном выпуске, можно представить общество, в котором профессия заменяется на призвание. И понятие работы, как то, чем ты занимаешься ради выживания, отмирает. Чем бы я хотел заниматься, если бы не нужно было зарабатывать деньги? Вот о чем стоит начать задумываться уже сейчас. Ответ на этот вопрос и будет вашим местом в этом новом, сложном, но интересном мире, к которому мы приходим. Так что не надо бояться восстания роботов. Надо просто начинать мыслить шире. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Научпок, подписывайтесь на другие хорошие интересные каналы. Это очень приятно и помогает авторам развиваться. Вам не сложно, нам приятно. Всего хорошего.